Перед вами карты Армении и сопредельных государств Средневековья, тех самых лет, когда еще нога тюрка не вступала ни в Иранское при Каспии, ни в Армению, ни в Малую Азию, ни в Закавказье. Это карты 8, 9, 10, 11 веков. С середины 11 века на эти земли с востока и с территории современного Туркменистана стали расселяться тюркские кочевые племена, а вместе с ними стали завоевываться эти земли тюрками-сельджуками, которые сопровождались массовыми передвижениями всего кочевого населения. Огусские и примкнувшие к ним тюркоязычные племена переселялись под эгидой династии сельджуков. Оттого за ними утвердился собирательный термин сельджуки. В те годы, когда тюркские племена все больше пребывали в регион и раскидывали свои юрты, оседлые армяне уже писали рукописи, занимались наукой и ходили в театры. Позже у тюркских племен в разное время образовывались империи. Сефевитская, Аккоинлу, Каракоинлу, Османская. Примечательно, что империи эти стали создаваться теми главами племен, которые подвергались кровосмешению с автохтонами, персами, армянами, греками, прочими оседлыми народами. О вышеупомянутых царствах мы уже говорили в выпусках антитопора. Повторяться не будем. Сегодня поговорим об осколках этих пришлых племен на территории Ирана, Армении и Шервана, современная республика Азербайджан, которые только в 20 веке стали называться в совокупности азербайджанской нации. Давайте рассмотрим, кеми была нация в то время, когда оказалась в Российской империи по племенам и основным их кочевьям. Карапапахи. Тюркское полушиитское племя, кочевавшее в Грузии и прилегающее к ней районах Азербайджана. Это было их основным местом кочевий. Во времена, когда Ереван был занят иранским ханом, Карапапахи были широко распространены и в Араратской долине. Откуда проникли и на территорию современной Турции, где их и сейчас турки называют Терекеме. Примечательно, что Карапапахи, черношапочники, северо-запада республики Азербайджан, Грузии и Армении советизировались и нынче называются азербайджанцами, то есть составляют часть современной азербайджанской нации. Зато Карапапахи Турции составляют отдельное племя Карапапахов или Терекеме. Следующее племя, составившее часть современных азербайджанцев, Шахсевены. В переводе с азербайджанского «любящие Шаха». Проживают на северо-западе Ирана и у берегов Аракса, близ границ с Арменией и Арцахом. Один из их представителей, Назар Али Хан, стал основателем Ардебильского ханства. На территории современной республики Азербайджан Шахсевенов проживало мало. Всего несколько десятков семей к югу от Карабаха. Позже в СССР, во времена азербайджанизации всех тюркских племен шиитского толка, Шахсевенов также причислили в общеазербайджанский национальный котел. Зато в иранской провинции Азербайджан Шахсевены так и называют себя Шахсевенами. И термин «азербайджанлы» – «азербайджанец», применяют к себе исключительно в качестве жителя Остана Азербайджан. Как если бы русский из Нижнего Новгорода называл себя Нижегородцем, или русский из жителя Архангельска называл себя Архангелогородцем, или армянин из Петропавловска-Камчатского называл бы себя Камчедалом. Надо признать, что Шахсевены одними из первых стали оседлыми среди собирательных тюрко-шиитских племен уже в XIX веке. Одно из любопытных племен – Козылбаши, что в переводе на русский язык – «златоглавые». Козылбаши оказались самыми продвинутыми в определенном смысле тюрко-шиитскими племенами. Изначально места их кочевий были обширны – от Северного Ирана до Армении, Арцаха и Анатолии. Козылбаши – яркий пример для ответа на вопрос, почему азербайджанцы, будучи тюрками, отличаются от большинства тюрок, у которых монголоидные или полумонголоидные черты. Дело в том, что изначально Козылбаши состояли из разрозненных тюркских кочевых племен Шамлу, Румлу, Ахшар и прочие. Позже Козылбаши стали называть всех подданных Сефевитской империи. Козылбашами стали называть. Куда входили, естественно, не только сами тюрки, но и персы, курды, армяне и грузины. Еще позже, когда Сефевиды стали опираться на гулямов, пленных мальчиков из числа армян и грузин, возмужав, эти мальчики сформировали личную охрану Шаха. А к тому времени, когда империи пришел конец, охрана Шаха, корни которых являлись грузинскими и армянскими, стали также называться Козылбашами. Ведь они также были ближайшими подданными Шаха. Нынче часть потомков Козылбаши проживают в Азербайджанской республике, которых в первой половине 20 века советизировали и называются, соответственно, азербайджанцами. В Иране Козылбаши составляют отдельное тюркское оседлое племя. Так же и в других странах. Например, любопытно, что в Турции Козылбашами принято называть именно персов. Не тюрок, а именно персов. А в Афганистане Козылбаши и вовсе как отдельная национальная единица. Козылбаши и стюркских кочевников со временем и впрямь превратились в своеобразный винегрет народов, состоящих из тюрок, персов, армян, грузин и даже тех же черкесов, которые, как я упоминал выше, служили гулямами в Шахском дворе. Черкесы тоже в этот список входили. Кстати, если вам встречаются по жизни азербайджанцы с фамилией Гулямов или Гуламов, то можете быть уверенными, что в их жилах течет армянская или грузинская кровь. Ну, коль мы упомянули армян, то не мешало бы обратить внимание и на следующее тюрко-шиитское племя Айрумы. Есть версия, что это тюркизированные армяне, которые позже при советах были включены в список азербайджанской нации. Во-первых, в отличие от других кочевых племен, составляющих нынешнюю азербайджанскую нацию, об Айрумах почти ничего толком не известно. До нас дошли лишь сведения, что изначально они проживали или кочевали, кто их знает, на территории Восточной Анатолии, Западной Армении, а позже перебрались на территорию современной Армении и запад современного Азербайджана, близ границ с Арменией. Сам этноним Айрум подсказывает, что он состоит из двух частей Гай и Рум, армянин Рума. Румом на Ближнем Востоке называли Византию, иначе говоря, армянин Византии. Во всяком случае, в тюркских языках аналога интерпретации этнонима Айрум не существует. И если можно хоть как-то объяснить происхождение этнонима Айрум, то только так, как я выше и попытался интерпретировать. Некоторые тюркологи, правда, пытаются дать определение Айрумам, мол, якобы их самоназвание берет начало от турецкого слова Айры. Но даже если так, то это слово на турецком означает отдельный, другой, что проливает ярко свет на нетюркское происхождение Айрумов. Ведь их не зря называли в таком случае другими. Остается лишь открытым вопрос, что их заставило тюркизироваться в Византии. И, по всей видимости, не все Айрумы тюркизировались, судя по тому, что у армян имеется популярная фамилия Айрумян, берущая начало, скорее всего, от Айрумов. Также хотелось бы упомянуть о еще одном племени, но уже туркменского происхождения – каджарах. В Азербайджане любят говорить, что это те же азербайджанцы. Я бы не рекомендовал азербайджанцам так считать, ибо дела карабахские сразу же можно отодвинуть на второй план. Они будут обречены на провал. Каджары действительно туркменское племя и являются выходцами из Остана Голистан, Иран, близ границ с современным Туркменистаном. Они и сейчас проживают как отдельный народ, отдельная национальная единица в Иране и в основном сконцентрированы в трех Останах Ирана – это Голистан, Горган и Мазендеран. Кстати, согласно Ethnohistorical Dictionary of the Russian and Soviet Empires, прямо так и говорится, что каджары являются сегодня субэтнической группой азербайджанцев, проживающих на севере Ирана. Обратите внимание на сегодня. Зато Российский этнографический музей не указывает каджаров в числе субэтнических групп азербайджанцев. Не указывают и другие словари и справочники. И самое главное, сами каджары, проживающие в Иране, тоже не считают себя азербайджанцами, если, конечно, они не проживают в Устане Азербайджан. Впервые каджары разбили свои шатры качевий на территории Ирана в XIII-XIV веках. Уже в рамках сифивитского ханства качевники каджары осели в Карабахе, Ереване и Гяндже. Приводятся цифры, что в этих населенных пунктах всего их поселилось 50 тысяч семейств, которые в течение времени еще были кочевниками, но со временем более так умножились. Именно эти каджары Гянджи, Еревана, Карабаха в будущем азербайджанизировались с помощью турок-османов и советской власти. А каджары Ирана так и остались называться каджарами и составляют отдельный народ, корни которых исходят из Средней Азии. Принято считать, что каджары берут свое название от Адама Хаммеда хана Каджара. Давайте разберем его имя по частям, чтобы удостовериться, так ли это. Ага – это обращение у тюрок. Что-то вроде господина. Мухаммед – имя основателя династии. Хан – титул. Получаем – господин хан Мухаммед. Ага – Мухаммед хан. Но откуда взялась четвертая часть полного имени Ага Мухаммеда хана Каджара? Фамилия исключено. Фамилиями тюрки обзавелись только в начале 20 века. Тогда что это? Ведь нет даже эквивалента этого слова в тюркских языках. Смею полагать, что Ага Мухаммеда хана предположительно называют Каджаром, чтобы хоть как-то интерпретировать, почему Каджары называются Каджарами. И дело не в нем. Наверняка он был просто Ага Мухаммед ханом, а племя это названо Каджарами-армянами. Известно, что они составляли военную знать и были опорой сефивитского государства. Соответственно, отличались доблестью. Именно поэтому армяне прозвали их Каджарами. Каджер – храбрые, храбрецы. Тем более, подобный исторический опыт бывал у разных народов. Взять, к примеру, тюрок-хазар из копчакского племени. Ведь сами-то они себя хазарами не называли. Таковым эпитетом их прозвали индоевропейские народы Азии, среди которых те же армяне и персы. На языке этих народов хазар – тысяча. Имелось в виду полчища тюрок, надвигавшихся в регион с севера, из территории современной России. Кстати, индийцы, исторически не сталкивающиеся с хазарами, также числительные тысячи называют «хазар». Поэтому вполне логично, что некоторые тюркские племена обзавелись этнонимами благодаря иноплеменным народам не тюркского происхождения. Вон, Азербайджан и азербайджанцы – живой пример. То есть, этнонимы и название государства не тюркского происхождения. Еще один народ в Иране, которых принято стало называть субэтносом азербайджанцев – это офшары. Как и каджары, этот кочевой народ переселился в Иран в XIII-XIV веках из Средней Азии и являются туркменскими переселенцами. Только в отличие от каджаров, офшары до сих пор ведут кочевой и полукочевой образ жизни на просторах Ирана, как и родственное им племя кашкайцев. В современной республике Азербайджан, на севере, в районах близ границ с Дагестаном жило колокучевое воинственное тюркское племя подаров. Часто занимались грабежом оседлых кавказоязычных народов. Российская империя усмирила их, а советская заставила их осесть и включила во все тот же азербайджанский народ. Кстати, именно поэтому кавказоязычные аварцы называют по исторической памяти всех азербайджанцев «падарал». А лезгины и вовсе дальше пошли. Применяют к современным азербайджанцам эпитет «фаб», что в переводе с лезгинского «навоз». И тоже исходя из исторической памяти. Ведь «падары» совершали набеги на своих скакунах и грабили оседлых жителей Кавказа, оставляя после себя лишь навоз своих скакунов. Вот из таких разных и непохожих друг на друга племен и состоит современный азербайджанский народ. В них есть и персы, и армяне, и грузины, но больший костяк составляют, конечно же, тюрки, туркмены, выходцы из Средней Азии в относительно недавние времена. Лишь в средние века. Для нас, для армян и вообще народов более древних, это всего лишь средние века. Занимаясь подсчетом азербайджанцев, республика Азербайджан лукавит и включает численность азербайджанцев даже тех, кто не называет себя таковыми. Например, каджаров и прочих. Видимо, чтобы стать азербайджанцем, для Азербайджана важно, что ты тюрк-шиит. Эти два компонента автоматически выводят племя, народ в ранг азербайджанец. Чем больше, тем лучше. Что-то в этом роде. Я вот о чем подумал. Если бы армяне начали считать армянами и тех, кто уже давно себя перестал таковым называть, то какое бы количество армян было бы на планете? Известно, что во Львове была одна из старейших армянских диаспор. Большая часть армян Львова растворилась в современной польской нации. А Кипр? Кипр был некогда вовсе армянской колонии, колонии армянской Киликии. А сам остров был заселен в тысячами армян, нынче растворившихся в киприотах. А куда подевались сотни поселенцев при Иоанне Грозном в Москве? Где они, эти армяне Москвы? Амшенцы нынешние, химшилы. В конце концов, родословная русского полководца Александра Васильевича Суворова по материнской линии Мануковых. Мануковая исключительно армянская фамилия, но на Суворове и остановилась. Русский полководец и точка. У нас точка. Но у азербайджанцев все еще многоточие. Русский полководец. Русский полководец. Русский полководец. Русский полководец.